...счет же, которые не имеют никаких талантов, но хотят над нами властвовать. Вот им это выгодно, а нам это выгодно, не выгодно. Поэтому вот и необходимо восстанавливать родоплеменной строй. Это нам говорят, что первобытный общинный строй, это там отстой такой, так же? Ну это ассоциация у нас на уровне каменного века мы должны жить, так же? С каменными топорами бегать, там в шкурах, так же? А первобытное, это первое бытие, изначальное бытие. Это то, что заповедано нам богами и предками. То есть лучше первобытного общинного строя ничего придумать невозможно. Потому что если мы не пользуемся опытом предков, то есть вот этим первое бытие, которое изначальное, то мы опять колесо будем изобретать. Что нам изобретать, когда все наши предки нам дали, как жить нам? Существует правило, кто не использует опыт предков, он обречен совершать их ошибки. Так зачем нам совершать те ошибки, которые наши предки уже прошли? Давайте опытом пуретков пользоваться. Вот это и есть первобытный общинный строй. Они нам заповеданы, но самые идеальные, как семья должна быть общество, как общество должно быть устроено, как государство. Вот это наш строй. Мы тогда хотим жить, и пусть другие народы точно так же живут. Прекрасно и хорошо, тогда будет дружно и мирно. И не будет никаких паразитов ни у нас, ни у других народов. Так же? Вот тогда и нормально жить будем. А пока там негодяи к власти прорываются, то есть самородки вот эти вот, вот они нас лбами и сталкивают. Нам это невыгодно, и другим народам невыгодно. Поэтому мы сами даже это восстанавливаем, и другим народам помогать в этом плане. Вот тогда и будет мир между народами. А не раздавать которые. А они в мутной воде тут рыбку ловят, там, сталкивают нас лбами, там. И в результате там паразитируют за наш счет. Поэтому они никак не хотят, чтобы родоплеменной строй восстановился. То есть это сразу же нам будет экстремизм приписываться. А, вы хотите размножаться, вы хотите крепкую семью иметь, вы хотите крепкую державу, значит вы экстремисты. Вы же слышали, что лозунг уже «русский значит трезвый» уже признается экстремистским. А я смеюсь, но я говорю, скоро отклонение от вражеской пули будет приравнено к государственной изменею. Поэтому нужно понимать, что для нас истина ценности. Мы хотим так жить, и нужно и другим народам обучить точно так же жить. Тогда у них претензий не будет к нам. Никто не скажет, что это там экстремизм, шовинизм какой-нибудь. Это прекрасно и хорошо жить. Племенем, родом, народом. Пусть другие народы точно так же живут. Это всем будет хорошо от этого. Кому от этого плохо? Никому от этого плохо не будет. Вы плохо только паразитам. Поэтому они будут на нас ярлыки естественно вешать. Каких-нибудь там шовинистов, или как они там нас ругают. Ну да, они ярлыки понапридумали, всякие разные. Вот и вешают на нас. А мы должны осознавать, что цены для нас, и отстаивать. Потому что если мы не отстоим то, что для нас свято, значит вымрем как мамонты. То есть вот это вот основа. И это мы имеем право по конституции, полное право восстанавливать родоплеменной строй. То есть нам никто не может этого запретить. Ну, тактически там разобрались, да? Значит, дальше идем по воспитанию. Свадьбу уже мы провели. Понятно, как зачинать потомство. То есть с последующих детей уже, когда зачинают, это уже самостоятельно. То есть они прочувствовали, какой вихрь можно раскрутить. И последующих детей они уже самостоятельно, без помощи родичей делают. Так создается семья. Семья, значит, это кто? Я, мой сын, мой внук, мой правнук. То есть я, мой отец, мой дед, мой прадед. Вот получается семья. То есть необходимо жить с семьей. Сейчас нам не дают просто возможности с семьей жить. Попробуйте вот где-нибудь в квартире там с семьей прожить. Возможно? Просто нет возможности. А когда наши жили на природе, то это в порядке вещей. То есть дети подросли. Вот желает у меня сын. Как бы свою семью создавать. Прекрасно, сынок, молодец. Хозяином становишься. И я вот ставлю ему дом напротив, чтобы жить лицо в лицо. Отсюда улица. Помните, улица, фамилия такая. Это тут живет на той улице, фамилия такая. То это лицо в лицо. То есть все равно он мой сын. Я его должен контролировать, помогать его. Тем более у него там внуки, правнуки там пойдут. Я их должен воспитывать. Моя обязанность там. Поэтому делась улица. То есть по-другому мы не можем жить. То есть разрушается родоплеменной строй. Поэтому у нас своя улица у каждого должна быть. То есть дом как делался. То есть хозяин он должен обеспечить всех своих родичей питанием и стройматериалами. Все родичи собираются и начинается толока. Не знаете, что это такое? Ну толока. Ну как толкучка такая толока. То есть все родичи собираются и за 2-3 дня ставится полностью хозяйство. То есть полностью дом с подсобными помещениями. Там все. И баня, и конюшен. Ну короче, все как полагается. За 2-3 дня весь род ставил отделившемуся сыну дом. Чтобы у него все было. Кто-то дарил там. Ему там корову, кто-то там собаку, кто-то там то, что необходимо. Все, у него полностью хозяйство. Выгодно это. Будет проблема с жилищным фондом при таком укладе. Вот и все проблемы решаются. То есть это вот в нашей культуре так было. То есть хочешь, если сын какой-то непутявый, говорит, не, батька, я буду с тобой жить. Ну он может со мной жить. И тогда он может и жениться, но в моем доме. Но при этом тогда он лишается права голоса. Помните же голосование? Право голоса имеет только тот, который показал, что он действительно хозяин. Хозяин с большой буквы. Если ты в семье, если у тебя оседлая жизнь, если ты показался как хозяин, ты имеешь право голоса. То есть если у меня сын растет, ну что, он непутевый. Ну он не может быть хозяином. Есть же такие дети, сами знаете. Так же? Он не может самостоятельно вести хозяйство. Ему выгодно слушаться то, что я ему говорю, моему мужу. Если он хочет быть хозяином, да пожалуйста. А он не может. Вот он права голоса не имеет. Кому выгодно слушать его голос, если он непутевый? Ни ему невыгодно. Так же? Ни всем другим. Ну если он не знает, как вести хозяином, нету опыта. Вот если ты опытный, значит ты имеешь право голоса. Так же? Вот семьи право голоса имел только хозяин. Зачем жене нужно вмешиваться, как жить? У них другие проблемы, другие дела. Говорит, вот у меня муж есть, пусть у него голова болит. Так же? То есть если в моем доме отец живет, но он хозяйство не ведет, он уже престарелый. Он говорит, сынок, ну в чем у меня голова болит? Что там решать на сходе? Иди и решай. То есть он как бы делегирует вас мне. То есть всегда в семье один хозяин, он имеет право голоса. Вот это тоже ответственность. Он ответственный за всю семью. То есть и за отца, и за деда, и за прадеда, они подопекают. И за сына, внука, правнука, которая в этой... Если он отделился, он хозяин там. Вот он имеет право голоса. Потому что он показал, что он хозяин. То есть нам выгодно, чтобы право голоса имели там какие-нибудь бомжи, которые там не хотят ни строить, ни трудиться, ничего. Так же? А хотят паразитировать. Имеют право голоса наркоманы, алкоголики какие-нибудь, там негодяи. Нам выгодно, чтобы они имели право голоса. Кому это выгодно? Нормальным людям это не выгодно. Так же? Вот по нашей традиции только право голоса, настоящие хозяева имели. Ты заслужи право голоса. Так же? Вот это и есть ответственность. То есть возьми на себя ответственность, тогда ты будешь хозяином. Ну а в окопном праве уже помню, не будем развивать эту тему дальше. То есть хозяин, наверное, он Десяцкого выбирается, Сосского, Тысячного, там, князя, Гаярина, там, Великого князя из всей России. То есть это уже выборы. Тогда лучший человек приходит к власти. Не худший, а лучший человек. Нам это выгодно, чтобы нами управляли лучшими. Вот наши предки показали, как выборы происходят. То есть обеспечивается сто процентов, что нас никто не подставит. Тем более, если это все родичи. Просто, просто. Вот это и есть ответственность. Это и есть родоплеменной строй. Вот тогда и только будем жить припеваючи. Когда будем жить так, как предки заповедовали. Ну вот все, семью создали, семья ест. Там начинаются дети идти. В народе как говорят, первый ребенок это первый внук. Слышали такую поговорку? Почему так говорят? Потому что воспитанием должны заниматься деды и бабки. Бабки и прабабки. Потому что родителям некогда воспитанием заниматься. Им нужно трудиться, кормить всю семью. Ну как вот, если я хозяин, на мне все висят. Я в ответе. А еще воспитанием заниматься? У меня времени просто нет. Нет возможности. Да я еще молодой. Какой мой опыт? Чего я могу детей научить? Так же? А вот мой дед, отец, дед, прадед. О, у них опыт какой жизненный. Так же? И им уже есть потребность передать этот опыт. Если у меня и потребности такой нет. Потому что у меня другие задачи, как хозяина. Так же? То я доверяю своему отцу, деду, прадеду. О, у них опыт колоссальный. Вот пусть они и передают моим детям, моим внукам, правнукам свой опыт. Это ж выгодно. По нашей традиции так считалось. Если человек этическо-нравственно не прозрел, то ему запрещается давать детей на воспитание. То есть вот в нашей традиции, например, делали дольмены. Слышали про дольмены? То есть если человек на практике не нашел дорогу в иномирье, то есть он не знает, куда он уйдет после смерти, то чему он хорошего может детей научить? Если он сам не знает, кто он такой, зачем живет, в чем смысл жизни. Если он не здравомыслящий человек, если он на практике это не прошел, как ему доверить воспитание детей? Поэтому в каждом роду строился дольмен. Всех пещер там не хватало. А дольмен в хорошем месте. То есть это где аномальная зона, где пустынька, это как называется, пустынь в царство небесное. Вот он созрел, там уже мужчина, выросел детей до совершеннолетия. Говорит, ну все, хочу теперь дорогу в иномирье, по тропе Трояновой пройти и узнать, куда я после смерти иду. Значит, я как хозяин должен своему отцу обеспечить все это. Говорит, вот, батька, вот давай. Мы вот родом собираемся, делаем дольменчик тебе. Все, посадили его туда, крышкой закрыли. Дырочка остается, и средка только харчи туда таскать. И все, и вот он сидит, он знает именно методики, то, что сейчас медитативной практикой называется. И он сидит там сколько, день, два, неделю, месяц, год, сколько ему там потребуется. В конце концов он уходит в иномирье. А вы знаете, современный ученый, человека помещает в невесомость, где жидкая среда, где температура тела, где звука нет, света нет. И каждый человек в медитацию уходит. Слышали об этом? Ну, примерно то же самое и в дольмене было. Рано или поздно каждый человек выходит. Тем более весь род. О, пошел, наш родич, помолимся, поможем. Он на полевом уровне поддерживает. Почему это нельзя в семье делать? Нужно объяснять, что необходимо одиночество. Потому что жаре тела человека, ну, полевая его форма, у среднего человека 7,5 метров в радиусе. Это у среднего человека. Если он высокодуховный, то до полутора километров. И если эти поля соединяются с другим человеком, он ближе, чем 15 метров, то у него искажается. Он не может полноценно развиваться. Поэтому одиночество необходимо. Поэтому наши предки находили место благополучное. И хочешь опыт получить? Пожалуйста. Мы обязаны обеспечить тебя таким опытом. И вот для этого культура дольменов была. Уходил он туда в эту культуру и получал такой опыт. То есть это, ну, как бы, необходимое условие. Потому что я заинтересован, чтобы мой отец воспитывал моих внуков именно как высокодуховную личность, которая уже ни смерти не боится, которая знает, что вынадили, что его ждет. Короче, ведь так так сказано. Человек после смерти уходит туда, куда он при жизни разведал дорогу. Я хочу, чтобы мой отец эту дорогу разведал. Тогда я за него буду спокойный. Так же? Если он не может обучиться, тогда у нас было странничество. Помните, у нас странники ходили. То есть если нет учителя рядом в роду, то они... А, вот там учитель живет. И вот дед с бабкой собрались и пошли обучаться этой науке. Обучились, тогда могут вернуться назад. Если у этого учителя он говорит, знаешь, вот я в этом учил, но он там живет еще лучше учитель. Они туда идут. Поэтому, помните, у нас странников воспринимали как божьих людей. В нашей традиции. Пришел странник, ты его напои, накорми, обогрей, пусть он переночек и дальше отпустил. Помните в этой традиции? То есть это было священно. Вот выгода нам вот такое странничество. Как вы считаете? Это святая обязанность. Как говорится, гость в дом, бог в дом. Так же у нас считалось. Не бомжей каких-то кормить, которые не хотят трудиться, так же, а хотят паразитировать. А странников. Выгодно это. Выгодно нашей традиции. Так же? Поэтому мы своим старикам должны обеспечить. Вот и пенсионный фонд. Если у нас такой строй будет, все старики будут обеспечены. Так же? Прошли они по маршруту, собрали опыт всех учителей, обучились всему. Вот тогда они имеют право вернуться в семью. И вот только таким людям можно доверить воспитание своих детей. Вот вы согласны, что только такие люди должны заниматься воспитанием? И вот тогда я знаю, что моих детей, моих внуков будет достойно...